Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Тим, и сегодня мы на прекраснейшем стадионе Сапсан-Арена, где вы можете посмотреть, тренируется футбольный клуб «Казанка», но мы будем снимать второй выпуск в шоу «Лакадемия». У нас сегодня особый гость — это капитан молодежного состава «Локомотива» Алексей Миронов. Парень был капитаном своей команды 2000 года рождения с момента ее набора. Он живет здесь, недалеко от стадиона, и уже 11 лет занимается в нашей школе, и поэтому будет особенно интересно посмотреть, чему же его там научили. Но пока он разминается, пока он переодевается, давайте я вас вкратце познакомлю с самыми важными новостями, которые случились на этой неделе в стане «Академии». А событий за последнее время случилась масса. Наши герои из прошлого выпуска Алексей Ларин и Илья Вильников съездили в составе своей команды 2003 года рождения в Петербург на Кубок РФС и привезли оттуда в подарок Алексею Щеголеву серебряные медали. К сожалению, в финале не удалось обыграть «Динамо», то самое, которое обыгрывали парой недели ранее в чемпионате Москвы. Зато по дороге к финалу выбили Краснодар и ЦСКА, а Алексей Ларин получил приз лучшему полузащитнику турнира. Наверное, за вот этот гол в ворота Тосны. Хотя и других противоголов в исполнении наших парней хватало. Команда года младше успешно прошла «Динамо» в барьерном пути к финалу Кубка Москвы благодаря дублю Романа Калмакова буквально за минуту игрового времени. В финале наших ребят ждет ЦСКА, который, увы, все-таки сломил сопротивление «Локомотива-2». Тур чемпионата команды Академии «Локомотив» проводили против Чертанова. Было сыграно три матча, результаты которых идут в общий зачет, и очки поделили пополам. Команда 2002 года рождения забила четыре мяча, два из которых можно смело вносить в тип парады лучших голов сезона. Отличились Савва Морозов и Максим Матвеев. Не менее красивый гол забил Максим Петров из команды 2001 года рождения. Но эта команда никак не может нащупать свою группу после перерыва и снова сыграла в ничью 1-1. А вот футболистом 2000 года рождения не помог даже шикарный гол в исполнении нашего сегодняшнего героя Алексея Миронова, специально командированного из молодежного состава. Два пропущенных с угловых мяча стоили нашим ребятам победы. Впрочем, Чертанова 2000 года рождения – трехкратный чемпион России. Соперник более чем достойный. Допустим, выставляет игроков. Допустим, 4-3-3 играли в последнюю игру. Ну и показывает, как, допустим, стандарты стоят на угловой. Допустим, один что делает, там розыгрыши какие-то. Допустим, если прессинг, вот в последней игре сидели, садились по центру, выходили. Потом, как только соперник начинает двигать здесь мячом. То есть говорит, Александр Михайлович говорит, то, что садимся по центру в отбор. Ну, конечно, соперник начинает, что-то мы сидим сначала, потом двигать соперника. А вот здесь уже, когда поближе к нам, уже начинает, начинаем в прессинг играть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Свои эмоции? Ты капитан молодежной команды, причем сходу, да, ты только вошел, и ты уже рулишь вот этими парнями 98-го года, 99-го года рождения. Ну, конечно, такие двоякие эмоции. То, что сразу взяли в дубль и сразу стал капитаном. Тренер сказал, что верит в меня, что надеется на меня. Я думаю, не подведу его. Я вчера пообщался с Катасоновым, попросил его рассказать о трех твоих самых сильных качествах. Как ты думаешь, какие он назвал? Удар. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Удар он повторил раз в семь, наверное, во время разговора. С остальными ты сам, да, задумался? Два еще не знаю. Даже не думал. Такие. Ну, как у центрального полузащитника, он отметил дальний пас, и он отметил твои лидерские качества, за что он, собственно, тебя и сделал капитаном. Сейчас мы проверим первое из твоих сильных качеств. Это дальний удар, и ты очень много бьешь штрафные. И сейчас мы создадим картину первого гола Алексея Миронова за молодежную команду. Ворота Тосна. Это был штрафной удар где-то вот в этой точке, и не каждый бы осмелился нанести удар по воротам. Сейчас мы попробуем сделать это еще раз. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пять попыток, чтобы нанести похожий удар, попасть, желательно, в ближнюю девятку, а там как получится. СТРАШНО-УЖАСНО. Крючок будет в неделю устанавливаться. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В общем, гол мы повторили. По-моему, получилось очень похоже. Но это было без вратаря. Мы понимаем, что без вратаря попасть, наверное, может любой. Так что давайте проверим Алексея, как он будет бить, когда на воротах будет стоять живой вратарь. Ну, а в роли вратаря выступлю я. Пять попыток. И я в роли вратаря. В последний раз я стоял на воротах лет пять назад, и это было ужасно. Три из пяти. По-моему, неплохой результат. Правда, учитывая, какой вратарь стоял, надо было и пять забивать. Сколько у тебя с утра уходит времени, чтобы уложить такую прическу? Да немного, в принципе. Сходил в душ, помылся. Ну, минут, наверное, пять. Все. Много времени уделяешь своему имиджу? Ну, не думаю, что много. У тебя есть аккаунты примерно во всех социальных сетях. Какая из них твоя любимая? Думаю, это Инстаграм. Сколько у тебя там подписчиков? 1200, что ли? Сколько процентов из них девушки? Да, практически их нет. Ну, конечно. Серьезно? Заливай. Не, у меня есть девушка. Я как не прихожу на матч из команд 2000 года рождения, вот здесь вот первые три ряда – это просто поклонница Алексея Миронова. Не, 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 это не мои. Это Влада Керапузова, скорее всего. Пункт номер два в программе Александра Михайловича Катасонова – это дальняя передача. И сейчас мы проверим, как Алексей умеет отдавать дальние передачи из центрального круга. Попадаешь в манекен – это пять очков. Попадаешь в зону, отмеченную конусами – это три очка. Не попадаешь никуда – мы тебя из команды отчисляем. Все понял? Да. Поехали! Перелег. Он пока немножко в недодачу отдает. Я думаю, что если он начнет отдавать на ход долгову, у него получится гораздо лучше. Говорит, открывается плохо, представляете? Вот это только забивай. Будут людей не проще попадать. Катасонов указал две сильных стороны на футбольном поле Алексея Миронова. Это дальний удар, и вы убедились, что штрафные он кладет один за одним. И дальний пас. Восемь из десяти попыток попали точно в зону. По-моему, это шикарнейший результат. Александр Михайлович не ошибся. Тебе сейчас 17 лет, и что у тебя в жизни, кроме футбола? Да, думаю, ничего. Школа, колледж? Ну, колледж, но посещать его не так часто, потому что тренировочный процесс. Утром, потом теории, обед, и уже там и пара заканчивается, и не успеваю входить в колледж. Что за колледж и какая специальность? Колледж «Энергия» и спортивный менеджмент. Почему спортивный менеджмент? Интересует эта тема? Ну, так, да. Ну, думаю, на другие какие-то специальности не пошел бы. Самый сильный вратарь, которому ты когда-либо забивал? На тренировке или в играх? Думаю, на тренировке это был Мир Алабанцев. Сильный вратарь? Конечно. Тяжело ему забить? Да. Лучше для меня штрафный отбивает. Давай, ты будешь моим первым другом. Помогать мне будет отбивать твои пенальти. Лабанцев. Надеюсь, он не увидит этот манекен никогда. У меня есть еще один друг. Так что, тебе будет вдвойне сложнее. Что, на кого похож? По-моему, Игорь Акинфеев. Вылитый. Он примерно на Кубке Конфедерации так стоял. С Лабанцевым и Акинфеевым я точно не пропущу. Доводилось к каким-нибудь необычным способам когда-либо, либо твоей команде, либо ты сам забивать пенальти? Нет. Ну, тогда тебе придется сейчас придумать тот самый изощренный способ. Команда ведет 5-0, ты подходишь к мячу и хочешь унизить Лабанцеву и Акинфеева. Ну и меня. Давай попробуем. Что приходится делать за Акинфеева? Если он такое повторит в матче, это он будет королем Ютуба. Я желаю тебе успеха во всех твоих начинаниях, забить еще множество штрафных голов с игры, пенальти и достичь всего, что ты хочешь. И когда-нибудь мы тебя увидим на РЖД-арене обязательно с капитанской повязкой. Давай, удачи тебе. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Таким получился второй выпуск шоу Локадемии. Перед вами свои футбольные навыки показывал Алексей Миронов, капитан молодежного состава Локомотива, игрок команды 2000 года рождения. Ждите его совсем скоро на РЖД-арене. Ну, а я с вами прощаюсь. Если вам понравился этот выпуск и вы хотите дальше узнавать о жизни Академии, поставьте лайк и подпишитесь на канал Локомотива в Ютубе. Дальше будет еще интереснее. Обещаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok